здравствуйте дорогие друзья приветствуем вас в центре славянских культур библиотеки иностранной литературы именно рудамино и сегодня лекцию о культе святого ватсова чешского и его образе как идеале светского правителя расскажет футуровок богемист анна ланцева спасибо наша встреча сегодня происходит в очень знаменательный день 28 октября это день независимости чехия и разговор наш пойдет о главным святом чехии святом ватславе который считается небесным заступником и защитником чешской страны чешского народа я расскажу вам о том насколько тесно конфессиональное или религиозное почитание святого ватслава связано с политической историей страны именно это сформировало национальную идентичность чешского народа как народа короны святого ватслава безусловно святого ватславская традиция не могла не отразиться и в чешской культуре в литературе изобразительном и прикладном искусстве музыки театральных постановках и даже кино искусств чешские исследователи выделяют по две грани которые сливаясь вместе создают уникальный образ святого патрона чехии это прежде всего образ идеальный который описан жития и образ земной который складывался в ходе как народного почитания так и различных историкополитических интерпретаций интерполяции культа этого святого в контексте истории чехии и чешского народа а географической или житийной платформы рассказывающий нам о жизни смерти и посмертных чудесах святого ватслава служит прежде всего ранние средневековые памятники которые формируются первоначально в регенсбургском монастыре святого гиморова и прежде всего мы должны указать памятники которые принадлежат перу крестьяна это памятник под названием крестенда фи де христиана что в переводе с латинского означает превозрастание веры христианской а также другой памятник принадлежащий перу того же самого христиана vita et passio sancte vinces lai et sancte ludmilae ave eis то есть житие и страдания святого вячеслава и святой людмилы более позднее уже в двенадцатом веке возникает еще одно житие житие епископа гумбольта слово легенда этим логически связано со среднолатинским словом легенда которая буквально означает читаемая то есть то что читалось во время службы поэтому понятие верба легенда является тем что входило в бревиаре или служебник который читался точнее фрагмент которого читался во время мест позднее в одиннадцатом веке возникает и старославянский корпус легенд о святом ватславе который одна из легенд была обнаружена в девятнадцатом веке русским исследователем александром христофоровичем востоком другая в двадцатом веке николаем никольск исторические источники повествующие о жизни святого ватслава это прежде всего саксонская хроника виду кинда 967 968 года где есть два кратких упоминания о святом ватславе а также хроника казьмы пражского и его продолжателей большое количество исторических фактов содержит хроника монаха сазовского продолжателя казнь а князе ватславе как исторической личности известно очень немного мы знаем что он был сыном князя вратислава первого и внуком бржевой первого исторически известного чешского правителя из династии пшемысловичей крещенного самим архиепископом мефодия точная дата рождения ватслава неизвест приблизительно это 907 год вокруг даты его смерти тоже долгое время царили различные противоречия хотя день гибели святого ватслава мы знаем достоида подлинно это 28 сентября годом когда это произошло раньше считался 929 год но более внимательное изучение легенд и хроник привела историков к выводу о том что все же князь погиб в девятьсот тридцать пятом году мы не знаем точно где родился ватслав опять же предположительно называют город стохов это центральная чехия кладнинский округ местом рождения святого в городе даже сохранился могущественный древний дуб который охраняется государством рядом с дубом находится статуя святого ватслава и надпись тентопам от ни стром засадила свата лудмила бабочка свата лу ватслава на розыне своего внука то есть вот это памятное дерево посадила святая людмила бабушка святого ватслава в день рождения своего внука причем дальше указана лето пани 930 год на формирование личности князя сыграла большую роль бабушка людмила первая славянская мученица которая была задушена шарфом и львуалью двумя боярами по приказу матери ватслава дорогомиры из палапского племени стадор из ранних житий яствует что людмила учила своего внука христианскому вероучению и славянскому языку по-видимому в этом деле людмиле помогал духовный отец ватслава и главный священник праги того времени отец паил кайх который приехал с кириллом ефодием великую моравию смесь и вот после владения ватславом славянским языком он был послан людмилой в город будич школу при храме святых петра и павла для владения латинским и греческим языком после мученической смерти своей бабушки ватслав переносит останки своей праматери храм святого и же вправо вот сейчас вы видите два изображения этого храма более раннее изображение с левой стороны с правой стороны базилика и же уже перестойная в 19 веке духовная связь бабушки и внука прослеживается и на примере значимого артефакта палладиума земли чешской так называется староболеславский образ девы марии из каринской меди которые людмиле подарил ее крестный отец мефодий людмила передала этот палладиум как духовное завещание своему внуку ватславу который тот все время носил его на груди об этом свидетельствует и иконографические изображения и иконографические изображения в частности на фреске храме старой болеславе ватслав изображен палладиум на груди как повествует предание позже ватслав передал этот палладиум это изображение своему верному плуге подивою а тот перед смертью зарыл эту икону в землю под дубом и однажды крестьянин уже в двенадцатом веке пахавший землю увидел дивное свечение раскопал обрел образ девы марии который чудесным образом можно сказать показал себя чехов после того как крестьянин два раза пытался палладиум оставить у себя дома поставить красный угол он не мог это все же сделать не мог оставить у себя потому что палладиум дважды возвращался на то место где был обнаружен и тогда крестьянин понял что необходимо эту святыню отдать храм что собственно говоря он и сделал и с этих пор палладий был размещен храме на самом видном месте у алтаря существует народное предание о том что уже в одиннадцатом веке к этой святыне начались паломничество с различных уголков чехии и это нашло отражение в житиях многих чешских святых и в житии святого войтиха и прокопа и святого яна непомудского с этих пор стара болеслава стала своего рода виа санкта то есть местом паломничества в чехии в латинском житие крестьяна когда возрастала вера христианская мы читаем о святом ватславе следующее цитирую был верный богу и мудрый любил правду в речах был справедливым судьей помогал сиротам вдовам и оговоренным людям был милосердным отцом для страждущих кормил и одевал бедных посещал заключенных в тюрьмах и больных погребал мертвых чужестранцев и путников принимал с почетом как своих родных заблудшим от пути истинного указывал путь ко спасению конец цитаты в этом же житии крестьян рассказывает как ватслав ночами готовил вино для евхаристии виноградники находились предполагается на территории близлежащего с пражским градом и простирались на несколько километров до той улицы который ныне носит название виноградская района винограда этот центр праги далее крестьян повествует как ватслав ходил за водой вместе со своим слугом под его и под его и набирая воду говорил во имя отца и сына и святого духа далее рассказывается о том как на святой ватслав приносил пшеницу молотил зерно толок его и готовил просторы для евхаристии заметим что в житиях указывается только один слуга ватслава под его таким образом в житии описывается образ князя святого аскета который делает тайны этого добро и творит милости чешский исследователь профессор карлова университета петро кубин предполагает что данный корпус святого ватславских житий или легенд был написан под влиянием бенедиктинской церковной реформа так называемой реформы городского собора поэтому в житиях ватслав предстает как монах аскет прежде всего как образец а для подражания для подражания бенедиктин вместе с тем в житии встречается много реалий того времени когда жил и творил автор легенды крестьян и ватслав предстает не только как такая идеальная оторванная от жизни личность но также как государь муж и отец в некоторых местах говорится о том что ватслав был женат имел сына даже называется имя сын и сброслав и жил со своей дружиной дружина конечно такое предстает далеко не идеальный образ то есть вот это вот такие черты реалий того времени когда жил ватслав святой ватслав видимо не дожил до 30 лет тем удивительной масштабность его исторического и духовного наследия на годы недолгой жизни и правления князя ватслава приходится с одной стороны первые попытки сплотить разрозненные чешские княжества а с другой распространить укрепить христианскую веру среди чехов и наконец важнейшее внешнеполитическое решение о вхождении чешского княжества в священную римскую империю на очень выгодных для чехов условиях несмотря на то что у ватслава не складывались отношения с германскими соседями чешскому князю все-таки удалось выпросить у восточно-франциского короля генриха птицелова мощи святого вита это древний святой святой ранней церкви родом из сицилии таким образом ватслав строит храм на пражском граде посвященный этому святому более ранних источниках также указывается что это ротонда была ватслав как бы повторяет ту судьбу которая была уготована его бабушки в конце жизни принимает мученический венец от руки своего младшего брата болеслава в житии крестента хитвы крестьяна говорится о том как ватслав был приглашен болеславом на пир канун праздника святых космы и дымян это широко почитавшиеся во всем христианском мире святые и когда ватслав отправился в храм на заутреннюю его настигли слуги болеслава и убили мечом здесь надо указать что есть некоторые вариации этого сюжета в некоторых редакциях жития сказано о том что сначала болеслав напал на брата он ударил его мечом но удар был не смертельный не сильный но и затем его добивают слуги болеслава в старой старославянской легенда сохранила даже имена тех слуг болеслава которые убили ватслава это гнев со честа и тира умирая ватслав схватился за ручку двери храма и по преданию кровь мученика не могли смыть течение трех дней на месте убиения князя в одиннадцатом веке князем бжетиславом первым была построена на базилика витон зарождение почитания святого ватслава начинается со времени перенесения останков святого раскаившимся в своем злодеянии болеславом вместо погребения из города старо болеслава построенная самим ватславом ротонду святого вита эти останки были положены у алтаря тем самым болеслав принес всенародные покаяния франтишек палцкий своей истории чехии третьей книги пишет что сын болеслава прозванный страх квасом был отдан отцом на служение богу возможно он принял монашеский обед монашеском и вот таким образом болеслав раскаялся за совершенные преступления так святой князь князь ватслав стал во главе династии и чешского государства сакрализовав династию пшемысловичей и всю чешскую землю с перенесением тела святого связано также основание еще одной ротонды святого ватслава приблизительно в девятьсот тридцать восьмом году на малостранской площади вблизи нынешнего костела святого микулаша в более поздней святоватковской легенды который называется также по-латински ут аннунцитур в тринадцатом веке говорится о том что церковь была построена на том месте где произошло чудо после смерти святого ватслава когда карета остановилась на малостранской площади узники были освобождены ако из атаков и выведены из темнота но в позднее средневековье этом ротонда была снесена официальное почитание святого ватслава сформировалось в середине семидесятых годов 10 века в связи с основанием пражской епархии еще дут церковные схизмы благодаря стараниям одного из первых епископов праги войтиха славников и произошло это при князе блесла и втором еще в 70-е годы святой ватслав считался лишь патроном пражской вновь образованной епархии а уже к одиннадцатому веку его начинают почитать как земского народного святого так на монетах и печатях времен князя отжиха ватслав предстает с копьем и мечом как вечный духовный правитель а также ватслав изображался и на печати нередко на печати встречались латинские надписи и монограммы например мир княжества святого ватслав таким образом цветой ватслав становится рекс перпетус то есть символом вечного правителя который не умирает а прибывает на небесах вот здесь на этом слайде можете видеть как раз таки изображение святого на монете но это изображение не времен олджиха уже более позднее времен ватслава 2 12 век в средние века уже в 11 веке культ святого ватслава проникает из чехию другие славянские страны что подтверждает тот факт что ватслав действительно является воплощением княжеского идеала славянского мира его культа из чехии распространяется в словакию польшу наконец в древнюю русь культ святого ватслава проникает в польшу во-первых благодаря историческим судьбам связям чехии польши мы знаем что до 11 века княжества 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 краковско-веслянское ходили в чехию территории чехии а также благодаря миссионерской деятельности святого войтиха на территории польши и вот в 15 веке ватслав был провозглашен епископом краковским збигневом олешницким одним из главных патронов краково частным проявлением пульта святого ватслава польши является сакральная жемчужина краково кафедральный костел святого станислава и ватслава вот здесь как раз представлен собор на вавеле в котором короновались польские короли и на следующем слайде вы можете увидеть статую святого ватслава из собора на вавеле а почитание святого ватслава в древней руси мы подробно рассказывали на предыдущей лекции в сентябре когда я говорила о связи святой людмилы и святого ватслава чешского сейчас я лишь укажу что культ чешского святого сыграл огромную роль для становления культа первых русских святых страстотерпцев бориса и глеба именем вячеслав который является русской рецепцией чешского имени ватслав называли детей князей и бояр самое раннее изображение святого ватслава на территории древней руси обнаружено в полотке спасской церкви ефросиневые монастыря ныне это территория современной беларуси это фреска вы видите эту преску она расположена напротив раннего изображения первых русских святых бориса и глеба и считается что ефросиния полотка почему именно эта фреска обнаружена здесь в евросиневом монастыре дело в том что ефросиния полотка я была тесными родственными узами связано с чешским княжеским родом 14 столетия чехии формируется собор святых чешских патронов во главе этого собора конечно стоит святой вас с течением времени кут святого усиливался прежде всего это связано было с большим почитанием святого ватслава императором священной римской империи и чешским королем карлом четвертого в эпоху карла четвертого начинается строительство грандиозное строительство собора на могиле святого ватслава собора который носит тройную патронацию собор вита ватслава и войти и впоследствии этот собор становится жемчужиной готического искусства во всей центральной европе карл четвертый составляет или есть предположение что перерабатывает художественно перерабатывает житие святого ватслава которое предназначалось для аббревиарного чтения то есть для чтения во время места а кроме того карл четвертый посвящает ватславу королевскую корону чехии с этого периода чешской истории святой ватслав становится вечным правителем и покровителем земли чешской а правящий монах представляет лишь его слугу земного наместника о чем свидетельствует иконографии времен карла 4 где император стали стоит колено преклоненный перед ватславом внизу мы видим вами печать карлова университета именно этой печати представлена выше приведенной мной иконографии когда 4 стоит колено преклоненный перед ватславом вместе с тем карл расширяет границы почитание святого ватслава и переносит его культ на европейскую почву достаточно сказать что в главном храме время в базилике святого петра был изготовлен алтарь святого ватслава и других чешских святых затем алтарь святого ватслава появляется в царской капелле в ахине где находится гроб король великого и где короновался сам карл 4 ну и потом культ святого ватслава переходит в другие страны во францию в италию в германию например в нюрнберге рождается сын карла 4 этого этого сына называет ватславом и строит в честь его рождение капеллу святого ватслава позже в европу проникают и богослужебные латинские тексты латинские проприи прежде всего со службой святого святому вас еще в двенадцатом веке возникает свято ватславской песни который начинается словами святой ватславе воеводы земли чешской эта песня является и молитвой и национальном гимна страны в эпоху карла 4 святого ватславской песни расширяется появляются новые куплеты которые по поручению карла 4 пишет архиепископ пражский арнаш из пардуми позднейших редакциях этой песни которая теперь будет называться святого ватславским хоралом появляются стропы обращенные и к деве марии и к архангелам и к ангелам которые называются небесным войском и конечно же ко всем святым все святые просите за нас не дайте нам погиб к последней куплете цветоватковский хорал исполнялся на коронационных торжествах совершенно разных монах этот хорал наш на вошел плоти кровь чешского народа до той степени что он исполнялся даже таборитами то есть радикальными гуситами как военный гимн и вот это вот сочетание святого ватславской традиции и гусицкой потом отразился в музыкальной традиции музыкальной классической традиции в частности этот лейтмотив пошел в увертюру дворжика антонина дворжика у вертюра называется гусицкая затем этот же лейтмотив и музыкальная мелодика святого ватславского хорала входит и в другие произведения ну например произведение правнука антонина дворжика йозефа сука он начинает произведение медитации на свято ватславский хорал сакраментальные слова хорала святой ватслав князь нашей земли не дай погибнуть не нам не нашим потомков становится квинтэссенцией чешского национального патриотизма и они получают свое воплощение в изобразительном и декоративно прикладном искусстве вот сейчас мы видим с вами фасад шторцевого дома а раньше в 19 веке дело здесь было издательство поэтому написано книг петский этот дом находится на старой на старом месте недалеко от инского храма и здесь же на фасаде мы видим всадника святого ватслава на коне и рядом слова сваты ватславе в воды честской земли про за нас а также эти слова вышиты на покрывали бархатный на бархатном на престольном покрывали храма вознесение девы марии старой были славе следующий файл вот мы видим здесь просто книжи нас наши другие слова нам не видно из-за того что там сделано фотография ну и конечно же эти слова мы увидим на монетах в данном случае представлена монета номиналом 20 крон и наконец эти же слова выбиты на постаменте памятника святого ватславу установленному нас ватславской площади уже в начале двадцатого века после поражения протестантов на белой горе в 1620 году и наступление периода рекатализации так называемой католической реформации когда чехия оказалась лишь королевством управляемым венгерской империи габсбурга культ святого ватслава становится символом борьбы иезуитов с протестантом и именно в этот период на замечательные слова из свято-ватславского хорала обращает свое внимание историк публицист литератор наконец чешский патриот богуслав бальбин и своих произведениях он по-разному трактует трактует прежде всего как символ патриотизма в некоторых случаях символ борьбы с 17 века начинается массовое паломничество к палладиуму землечешского который ассоциировался с культом святого ватслава в это время базилика в старой болеславе перестраивается перестраивается стиле барокко об этих паломничествах многие пишут историки и литераторы но в частности об этом не применил написать и сам богуслав бальбин пульт святого ватслава получил свое широкое отражение в изобразительном искусстве власть в 1678 году появляется первая конная статуя святого ватслава на ныне ватславской площади тогда она называлась конским рынком это один из самых крупных рынков не только праге ну и всего чешского государства и эту скульптуру создает ян ержик бенгл у этой статуи святого ватслава работы бенгла проходили мессы на открытом нет на открытом нет в 1670 году при кременцинами которая считалась культурной институцией ордена иезуитов было основано святого ватславское общество основано оно было ватславом матем штером который создал самый большой сборник песнопений как богослужебных так и пролетургических этот сборник называется чешский концонал в 19 веке конский рынок был переименован святого ватславскую площадь и уже в начале 20 века здесь появляется знаменитая статуя йозефа мысельбека где святой ватслав окружен четырьмя чешскими патронами войтихом прокопом людмилой и они же все кто приезжает в прагу конечно же запоминаю именно его скульптура я на ее перенесли ватславской площади на вышибра после образования независимой чехословакии 1918 году святой ватслав стал представлять собой не просто святого народный идеал чеха борца против немецкого засия святой стал культовой фигурой не и в народе и в политической сфере где основной тенденцией была борьба против античешского неприятеля которые неприятеля из германии конечно же который был повинен во всех катастрофах которые чехи испытывали на протяжении трехсотлетней истории и ватславская площадь конной статуи святого ватслава представлялась символом свободной чехии стал свидетелем многих национальных демонстраций и торжеств в 1929 году проходили грандиозные торжества в связи с празднованием тысячелетия со дня смерти святого ватслава это праздник также называется свято-ватславским миллениумом президент независимой чехословакии томаш гарик масарик планировал что в торжествах должны принять участие разные народы европы конечно же славяне чехи мараване словаки на открытии торжеств масарик акцентировал внимание на свято-ватславской традиции ее значение для чехии и чешского народа вот что заявила первый президент свободной чехословакии цитирую жизнь и смерть святого ватслава учит нас тому что здоровый образ жизни нации лежит в сфере образования и нравственности морали и права конец цитаты таким образом масарик высоко ценил значимость становления цивилизованного чешского государства в эпоху пшемыслович и политическую дальновидность ватслава в выборе западной ориентации ну по крайней мере так считал масарик что способствовало осуществлению европейские прививки чешскому народу так культ святого ватслава трансформировавшись в свято-ватславскую государственную традицию был интегрирован в лона чешской народной традиции государственности и культуры к миллениуму святого ватслава выходит замечательный черно-белый фильм немой фильм который называется святой ватслава к этому же времени выходят и монеты на версии которых изображен а святой ватслав на коне и еще один сюжет убиение святого ватслава также в рамках этого торжества проходили различные лекции выставки и многое другое после мюнховского сговора в 30-е годы пришедшие к власти немецкие оккупанты во главе с рихардом генрихом не отрицали ватславских ватславскую традицию более того а в этой традиции они видели объяснение своей политической идеологем мы священной римской империи германской нации то есть таким образом они считали святого мостом между римом германии и таким образом возникал очень парадоксальная ситуация когда с одной стороны немцы пираются на ватслава как на фигуру которого считают мостом между римом германии а с другой стороны чехи которые естественно неприязненно относились к немцам фашистам они забрасывают памятник цветами ставят к нему свечи они молятся и после каждого молебства мессы поют цветоватковский хорал причем хоралу были добавлены еще строки где существовали просьбы об освобождении чехов от немецких фашистов оккупан после окончания второй мировой войны центральной европе начали проявляться тенденции опять возврата к сакральному культу цветового ватслава в 1945 году совершались торжества и процессе процессе благодарения прежде всего деве марии были старо болеславской за защиту чешского народа от немецких оккупантов в связи с этими событиями в прагу и в старо болеслав собрались толпы народа чтобы поклониться палладиумом земли чешцы и конечно же цветоватковским реликвием последующее влияние коммунистической партии на полистическое и социальное развитие мечей сессовчик словацкой социалистической республики не могло не повлиять на развитие цветоватковской традиции так как она была нивелирована политической сферой цветоватков стал восприниматься как символ коллаборантов и нацистов а знаменательный для всех чехов день памяти святого 28 сентября казался вычеркнутым из списка памятных дней став рабочим днем там и коммунисты заменили этот день этот торжественный для всех чехов день майскими праздниками после прихода к власти в чехии демократа в результате бархатной революции 1989 года избрание президентом страны ватслава гавила происходит возрождение свято-васловской традиции как церковной так и в политической сфере первая финансовая реформа чешской республики увековечила святого на юбилейных чешских монетах номиналом 20 крон который я показывал вам чуть ранее эти монеты были созданы по проекту владимира опла и на них изображена конная фигура небесного патрона святого князя ватслава в доспехах со шлемом и чешским флагом и чешский флаг украшен девизом из свято-ватславского хорала не дай погибнуть ни нам не нашим потом значительной политической социальной реформой а стало проглашение дня национальной государственности 28 сентября как бы вот этот день реанимировался вновь для чехов и конечно же этот день приходится на день памяти церковной памяти святого ватлова а тем самым культ святого стал опять частью чешской политической истории формируя национальное самосознание будущих поколений чехов с 1989 года церковные институты инициировали световатславские торжества сочетающие народные церковные традиции богослужебные паломничества театральные постановки концерты конференции ярмарки развлечений возрождение святого ватславской традиции в церковной сфере ознаменовалась реновации паломничества в город будич то есть то место да с которого начинал ватслав то место где он провел свою юность где он учился а также паломничество свято ватславскую базилику в старую болеславную место где умер святой ватслав принял мученический кончин в 1992 году в качестве общественной инициативы мэрии праги и общество по сохранению духовной музыки был создан социокультурный проект свято ватславские торжества этот проект точнее эти мероприятия проходят 16 по 28 сентября то есть они включают в себя две очень важные даты две памяти святых святой людмилы 16 сентября и наконец заканчиваются как раз и день памяти святого ватслава каждый день в этот период проходят концерты классической музыки чем они проходят различных костелах храмах сейчас даже православная церковь чешской земель словаки подключилась к этому проекту в как в рамках этого проекта проходят также театральные постановки кинопоказы и многое другое несмотря на то что сейчас в наше время в чехии сильны секулярные тенденции свято ватславской традиции все еще жива в народе чешских а в чешской культуре народных традиций свято фигура святого ватслава на ватславской площади статуя святого ватслава по прежде остается символом независимой чехии святой ватслав занимает особое место и в ряду собора святых православной поместной церкви автокефальной церкви чешских земель и словаки в последнее время и у нас в россии почитание святого ватслава получил свое развитие благодаря деятельности подворья чешских земель и словакии в москве где находится чтима икона святой и мощи святого привезенные с пражского града подарены храм и петель николаев котельник и в этом же храме проходит читается качество у святынь а на день святого проходит торжественное богослужение огромное значение культу святого ватслава уделяет и в своей социо-культурной деятельности и инициативная группа по культурным мероприятиям посвященной святой людмиле чешской проводя разнообразные концерты литературно-музыкальной композиции лекции и акции для детей подводя итог нашему разговору о почитании святого ватслава мы должны отметить что этот святой стал духовной скрепой объединяющий славянские народы на протяжении многих веков с одной стороны как святой патрон покровитель своей родной страны чешского народа а с другой как пример выдающейся личности в истории славянской страны в истории чехии наконец укажем и на то что ватслав как и его бабушка людмила продолжили эстафету солунских братьев кирилла и неходи в деле христианизации чехии и проповеди евангелия в этой стране что не могло не повлиять и на другие славянские страны связанные связанные историческими духовными и культурными связями с чехией пространстве пак славе универсаль в наши дни когда славяне по вполне определенным причинам оказываются нередко разрознены когда в силу осуществления политики мультикультурализма славянская идентичность теряется в рамках глобального поликультурного пространства европы святой ватслав как символ княжеской доблести и славы должен занятие в россии свое место наряду со святым князем владимиром святыми братьями страстотерпцами борисом и глебом александром нефтем и дмитрием спасибо а на этом основная часть моей лекции завершена спасибо большое анна очень интересная много нового я для себя узнал я уже думал что мы вами столько простого слова говорили что я уже все знаю оказывается нет далеко не все и я хотел бы попросить наших слушателей не включать микрофоны чтобы у нас не началась к кафоне какая-то звук 20 человек одновременно это будет не очень хорошо если есть вопросы пожалуйста пишите их в чат вот тут есть кнопка чат там можно писать свои вопросы мы будем они передавать а пока я хочу анну спросить получается что образ святого ватслава в советской социалистической чехословакии социалистической чехословакии он интерпретировался как фашист и получается дело в том что коммунисты его интерпретировали да как символ коллаборантов и нацистов но в чешском народе все равно была жива вот это вот традиция почитание святого ватслава даже те кто уже сказать были в русле скажем коммунистической системы они все равно его чтили как прежде всего борца борца за независимость народного такого героя вот да конечно же во многом коммунистическая партия она повлияла негативно но это к слову о том да как отношение к символам да может меняться и как это может мы не могут манипулировать биологически ангажированные люди очень характерная такая ситуация никогда бы не подумал что святой ватслав как-то мог быть вообще даже в мыслях связан с нацизмом вот как при советской идеологии к сожалению вот это вот специалистической идеологии она повлияла уже такую негативную интерпретацию вообще чехов в наши дни потому что нередко с кем-то общаясь да переписываясь даже с людьми интеллектуальными задают вопрос вас уже был коллаборантом сторонником нацистов то есть вот эти вот тенденции да они проявили сквозь века как раз влияние вот это вот негативное влияние коммунистической партии в свое время это вопросов пока нам никто не пишет о вот появилось что-то какие фильмы о жизни 100 ватсла вы можете порекомендовать ну прежде всего я бы хотела порекомендовать черно-белый фильм посмотреть потому что это тот фильм который вышел к миллениуму и к нему готовились на протяжении нескольких лет это пожалуй будет отправной точкой а другой фильм называется ну вот видите ли самый лучший фильм и конечно же на чешском языке святого ватсла и вот уже более современный фильм называется сватый ватсла в несвате добе то есть святый ватсла в не святую эпоху ну вот так метафорически назвали чехи этот фильм он действительно очень достойный и в художественном плане и в плане тех источников которые приводит режиссер которые используют режиссер конечно же ну еще один фильм могла бы порекомендовать он называется отказ сватого ватсла наследие святого ватсла вот эти фильмы они в основном снимались на официальном телеканале чехии ческотелевизе есть еще какие то вопросы спасибо большое пока вопросов нет ну вот пока вопросов нет я вот эту вот паузу хотела бы несколько может скрасить предложив вам исполнение свято ватслахского хорала я немало времени уделила рассказы о свято ватслахском хорале действительно очень важное произведение не только богослужебное не только пара литургическая которая исполняется вне местной но и произведение вот просто такого торжественного характера и естественно за на протяжении стольких лет да начиная с двенадцатого века заканчивая уже там скажем восемнадцатым девятнадцатым веком сложилось несколько редакций мелодий несколько вариантов мелодий и вот я сейчас воспроизведу наверное самую одну скажем из самых древних вариаций мелодики свято ватслахского хорала поможете это самое которое я знаю хорошо вот мы с Иваном попробуем это вместе воспроизвести и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 datorzok Может быть не русский но есть на западе самый известный гимнограф славянский это «Войтих Славникович» или «Войтих Адальберг» вот его перу считается принадлежат эти произведения И мы с Иваном собираемся сделать еще одно мероприятие в следующем месяце еще одно мероприятие мы собираемся сделать посвященный вот этому святому, святому войтику, который, считается, соединил народы, западнославянские народы и Европу, особенно внимание на него обратил, на его пульт, папа Иоанн Павел II и сказал, что наряду с Кириллом Иходим, святой войтик считается действительно патроном Европы и славян. И вот именно его перу принадлежат вот эти вот замечательные песнопения, песнопения неразделенного христианства, неразделенного христианства. 11 ноября в среду в 6 часов мы вас всех приглашаем на продолжение нашего цикла «Цветы славянских стран между Востоком и Западом». И будет лекция, даже вот она предлагает такой совместный польско-чешско-российский вариант, вот о святом войтике Адальберте Пражском. Так что приглашаем всех 11 ноября. Мы приглашаем с вами на эту встречу, где можно анонсов. Анонса пока нет, потому что это в ноябре еще, надо дожить до него, но скоро будет. Да, мы постараемся. На сайте нашего центра, в наших социальных сетях, в Facebook, Вконтакте и на сайте библиотеки на стране литературы тоже можно будет найти. Да. Я уже здесь говорила в самом конце лекции о деятельности инициативной группы по прославлению Святой Людмилы Чешской. И эта инициативная группа уделяет внимание не только Святой Людмилы Чешской, но и Святому Ватслову, внуку Святой Людмилы, которую она воспитала в христианской веке. И в контексте вот этого вот почитания, подготовки, мы готовимся к очень серьезному юбилею, 1100-летие со дня смерти, мученической смерти Святой Людмилы. Вот в контексте этой подготовки проходят концерты, литературно-музыкальные композиции. И в частности 27 сентября проходила литературно-музыкальная композиция в доме русского зарубежья имени Александра Сколженицына. Она называлась «Светила богемской земли». И на ней мы рассказывали художественным образом о жизни Святой Людмилы и Ватслова, их наследие. И вот в частности на этой литературно-музыкальной композиции исполнялись очень древние стихиры. Стихиры из службы Святому Ватслову 11 века. Причем эта служба не нотирована, то есть нет нотации, нотация не сохранилась. Но около каждой стихиры, которая использована в службе, указана на какой подобен петь. То есть, по сути дела, на какую мелодию петь. Подобные уже тогда знали, потому что использовали в основном греческие подобные, самоподобные. И вот одну из таких древних стихир мы пели. Я понимаю, что, наверное, те, кто сегодня пришли, далеко не все были на нашем мероприятии. Вот поэтому, чтобы изобразить для вас, музыкально изобразить ту стихиру, которую мы исполняли на литературно-музыкальной композиции, я предлагаю Ивану это сделать. Только, я думаю, нужно оговориться, что это современная редакция подобна. Мы не знаем, как в 11 веке это звучало, к сожалению. Нет, ну, на самом деле есть определенные расшифровки, которые делают Галина Андреевна Пожидаева и Татьяна Федоровна Волдышевская. То есть, есть определенные у нас знания о том, какие были подобные. Другое дело, даже расшифровки нередко являются стилизацией. Да, а то, что мы сейчас предлагаем, это уже совершенно современная стилизация, это «Восьмой глаз» подобен о преславной чудесе, так как это подобен о преславной чудесе, поется сейчас в храмах. Ну и вот сейчас мы с вами вам исполняем. Глядите, все верни, память причудную духовно празднуем. Христово служителя Вячеслава днесь. Христово служителя Вячеслава днесь. Оставль, боземное служительство телесне, небесное царство приял есть. Оставль, боземное служительство телесне. Небесное, небесное царство приял есть. Прославляя Бога, удивлющего память Его. Прославляя Бога, удивлющего память Его. Вот такая стихира. Спасибо большое, Анна, за прекрасную лекцию. Очень красивые стихиры и песнопения, посвященные стихам Вацалу, которые мы с вами неожиданно для меня пели вместе. Спасибо, Иван, за то, что исполнили басовую партию своих стихиров. Если больше нет вопросов, у меня еще один вопрос остался. Будем тогда завершать. Вот про слугу святого Вацлава я первый раз сегодня услышал. Что-то о нем известно вообще? Про слугу святого Вацлава именем Подивен. На самом деле практически ничего неизвестно. Предполагается, что даже вот это имя Подивен, оно своего рода не то, что нарицательное, но говорящие о том, что он дивный. Он дивный, он блаженный. Но более сведений, пожалуй, мы не знаем, кроме тех, конечно, где Подивен встречается вместе с Вацлавом. Вот он готовит вместе с ним вино для Ихаристии, носит, соответственно, пшеницу, ходит за водой. С ним связана вот эта вот замечательная история о Палладиуме земле-чешской. Потому что если бы не он, да, неизвестно, сохранился бы Палладиум или нет. Это величайшая святая для чехов. Собственно говоря, да, вот мы дело имеем с таким ранним средневековьем для славян. И многие, конечно же, свидетельства для нас до сих пор не раскрыты. В частности, как и, собственно, личность отца Павла Кайха. Это тот священник, который приехал вместе с Кириллом Мефодиевской миссией на территорию Великой Морабии. Но, опять же, мы о нем, к сожалению, ничего не знаем. Если от поделения мы хоть что-то знаем, то об отце Павле Кайха, Кайха, просто какие-то совершенно отрелочные дети. Ясно, ясно. Спасибо большое. Я вижу, вопросов нам больше не задают. Поэтому мы, думаю, будем сейчас заканчивать. Спасибо всем большое за внимание, за то, что были с нами в оседний вечер. Спасибо Анне за кинжевую и насыщенную лекцию и за прекрасное снопение, проиллюстрирующие на практике культ святого ватсла в славянских странах. Итак, мы еще раз благодарим всех за внимание и ждем 11 ноября в 6 часов, тоже в онлайн-формате, на лекции, посвященной Святому Войтиху. И я думаю, что у нас получится сделать даже такой цикл по святых в славянских странах. Сначала мы берем чешских, а потом, думаю, что мы сможем расширить ареал по славянским странам. Ну, хотелось бы по всем, но это как бы в области. Спасибо еще раз, Анна. Спасибо еще раз. Всего доброго. Всего вам доброго. Дорогие наши зрители и слушатели. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok